добрый день вышивали youtube меня зовут амара и в сегодняшнем видео я хочу вам показать то что не показала никогда нет это не будут покупки это будут покупки с одного места с какого места с нашей местной формулы рукоделия да у нас тоже есть такое я знала про это то есть как ни странно но я узнала только три года назад про или 43 или 4 не помню но когда я узнала в том году она уже была то есть было слишком поздно найти потом пришел лука вид получается долго видное время их узнала короче так получилось что в этом году все все звезды сошлись я наконец-то там была называется если не сказала вини тенган стичинг шоу то есть выставка вязание и вышивание да именно вышивание стичинг хотя там вышивки мало я знала про это что вышивки то мало но если честно мне очень было интересно смотреть что там есть она эта выставка получается или эта формула не знаю как ее правильно назвать раз в году с тех пор как я это смотрю то есть в начале когда я пропустила если я не ошибаюсь это было весной но вот потом на следующий год и это было осенью то есть вот в последнее время когда я замечаю это осенью это в октябре и в этом году было с 6 то есть есть еще если я успею выложить видео быстро как я планирую с 6 до 6 9 6 7 8 9 с 6 до 9 октября то есть я пошла туда в первый день то есть ну потому что во-первых я могу туда свободно идти два дня это четверг и пятница когда ребенок в школе что меня не трогали я никого не трогал и я не хотел оставлять на пятницу то есть я решила пойти в первый день толпы было то есть было многовато людей но сносно сносно можно сказать быстренько расскажу мои впечатления быстрые впечатления покажу что я купила потому что вопреки того что я ожидала что ничего там не куплю конечно я покупки делала сделала это происходило в александра пелес то есть дворец александра так называется было удобно что с ближайшие станции метро они организовали шаттл бас то есть автобус который каждые 20 минут свободно бесплатно тебя довезет до входа и отвезет от входа то есть это это удобно это прикольно конечно все организовано как они могут организовать то есть да у англичан вот это есть я не это нравится как они организуются вот с парковкой хотя я была на метро но когда прочитала всю информацию там было и про парковки про всего то есть организация у них очень хорошее несмотря на то что там стендов было не так много и не так много можно чего было рассмотреть но вот организация хорошая была итак вышивки до вышивки было мало но было очень много чего-то другого то что для рукодельницы тоже приятно то есть как человек который занимается рукоделием не было приятно пройтись смотреть на все это как бы ох ох а хоть и и так и и так далее то есть было было интересно в конце этого видео будет видео того что я там снимала кстати снимать там не так стрёмненько стрёмненько почему потому что люди не снимают то есть и да там так скажем так большинство посетителей посетителей это бабули и когда я вышла из метро знаете вижу стаю бабули которая бежит к станции автобуса я думаю они наверное то это они были там бегали чтобы не пропасть ним автобус там был на станции просто было и молодых людей больше женщин было конечно был и мужчину ну конечно большинство женщин было но как бы возраст не не молодой я бы сказала и снимали я двух или трех человек видела чтобы они двух или трех вот чтобы они снимали что-то не все как я старалась я старалась снимать все но не получалось потому что знаете когда ты ходишь между стендами и снимаешь тебе никто не говорит ничего но если ты подходишь к стенду оказывается нужно спросить как бы у продавца у того как который там продает это его бизнес если это его бизнес если можно снимать то поэтому тех которых я спросила никто не сказал нет но подойти к каждому и смотреть кто там продавец и спросить если можно или не можно снимать ты уже знаете после пятого вот этого тебе уже не интересно поэтому старалась как смогла и в конце видео будет там где все снимали все фотографировали потому что там был шоу-румс не знаю как правильно сказать выпускники королевской школы эмброидеры вышивки до королевской школы вышивки там они у них были свои дипломные работы и там как бы можно было свободно идти снимать без проблем да и да я встретила лорну батмен наверное многие знают кто она такая лорна батмен у нее есть магазин на эти если я не ошибаюсь есть и сайт как бы магазин онлайн и только на эти я постараюсь ставить линк в инфобокс ставить и как бы ее работают то что у нее есть она не продавала у нее было просто свои были свои работы была своя книга которая есть в магазине и как бы она разговаривала со всех со всеми кто к ней подходил многие мне было интересно что многие не знали кто она бабули которые бабули которые бабули они знали кто она не подходили как бы ой очень красивые работы поздравляю я очень люблю то это было приятно если честно было приятно я давно смотрю на то что есть у лорна батмен и наверное соберусь и что-то куплю что-то вышлю от него какой-то игольницы или что-то в этом роде вот что я купила что я увидела из вышивального есть вышивального я знала что там обычно есть я ждала что я встречу стенды hawkins hobbies как я поняла я поговорила с зариной зарина hawkins ее зовут сейчас открою чтобы не шуршать и покажу и расскажу про нее что я купила в hawkins hobbies магазин знаменит тем что продает большое наверное самое большое количество миробилии паки как бы они комплектуют их по крайней мере они упаковку как бы продают схемы с материалами для бела филиппина и у них есть много мелхила но кроме этого они для тех кто хочет вышивать или вышивает шателайн и кстати они являются европейским пунктом шателайна то есть все знают синди в америку но мало кто знает что как бы здесь в англии тоже есть официальные потому что она работает с дочкой и какие мартина и розы на нем ела ела вроде бы ее зовут то есть она с ней поработает вместе они договорились они знают про друг друга так будет она собирает паки для шателайн я ее спросила если она делает прям весь пак или делает битпак отдельно фредпак то есть пак с ниточками отделы отдельно она сказала что да она делает отдельно если хочешь покупаешь весь битпак и ткань если нет покупаешь только битпак без ткани точно так же как на european cross stitch company спросила было про глориану сказала что сейчас глориана приходит с даже шесть месяцев то есть попаздывает даже на шесть месяцев очень очень поздно приходит приход как бы нужно ждать но тем не менее есть так что для тех кто хочет вышивать вышивает может быть это будет полезно потому что я думаю что доставка будет намного дешевле чем из америки и ей нужно писать кстати потому что на сайте там я помню что я несколько раз там смотрела там сайт не очень дружелюбный но если писать ей она вам ответит или скажет все что я купила я купила себе там мелхила да вот так легко и просто купила я 4 маленьких наборов вот таких из серии snow globe вот такие шары я эту серию знаю люблю и было в планах купить купила только 4 потому что только 4 там нашла не стала вроде бы они были по сезонам там где был бы была зима и рождество я посмотрела все нашла только этих не стала искать уже в других коробках получается что у меня есть вот такой снеговичок пряничный домик есть есть елочка и есть вот такой ангелочек что у меня нет у меня нету деду дедулю дедуля вот этот его нету и меня нету вот эти игрушечки вот здесь вот этого я скорее всего докуплю их на 1 2 3 стечь и у меня будет вся коллекция то есть это было в планах это ничего нового сверхестественного здесь нету и начала еще одну коллекцию это такая морская коллекция от мелхила тоже многие вышивают многие любят я тоже люблю здесь 5 или 6 я не помню точно сколько дизайнов все как бы всех я не знаю если куплю всех но 4 если я не ошибаюсь у меня есть в вышлисте в 1 2 3 стечь и это получается что первый из них я уже купила то есть я не знаю как их буду вышивать точно это будет на ткани и это будет они будут все вместе и я не знаю если это будет коллаж или это будет как бы баннер как многие вышивальщицы сейчас делают но точно я их хочу вышивать потому что они очень красивые вы отшибе потом я увидела магазин вот этот black ship us . com я не знала про такого магазина там продавались дименшинс немного дименшинс не раритетного то что продается везде цены хорошие там было много боди фрэдс обычный боди фрэдс который да есть здесь в англии и там было херитаж немножко там было не помню кто еще design works было не несколько наборов то есть у них наборов было я не собиралась ничего купить честно хотя цены были окей но как бы все как обычно как везде но но нашелся тот набор который не оставил меня равнодушный да вот такой бови фрэдс такая туфля осенняя хэллоуинская с двумя кошечками с тыквой не знаю но мне очень очень понравился дизайн очень понравился я не в отшиве и не вообще в магазинах ну хотя и боевые фрэдс не смотрю как мне увидеть дизайн если я не смотрю бови фрэдс вот что здесь есть вот такие ниточки смотрите это черная какая классная вот это какая она классная белая комбат вижу что 14 каунт вроде 14 конечно она будет заменена модель за до 14 каунт дизайн обалденно классный не знаю мне он очень понравился вот и еще я увидел один стенд которого вот покажу это наверное будет рай для тех кому нравится примитивы это си с джи будет вот у них есть здесь есть вот он the cross stitch guild точка ком вот они я должна посмотреть их сайт кто они такие я не знаю но то что у них там было это было очень красиво очень очень красиво и я конечно не смогла не купить вот один наборчик это вот такой наборчик потому что это именно вот это джейн грин офс мне кажется что здесь есть несколько дизайнеров и здесь есть все все смысле что есть даже этот ножнички есть все и ниточки здесь шелковые сейчас будем открывать посмотреть что здесь есть потому что мне тоже очень интересно и вот что у нас есть внутри я видела как бы этот органайзер уже вышитым то есть я знаю как он выглядит здесь превью конечно очень такое вот что должно быть видите здесь ножнички должны быть здесь иголочки и он делается как конвертик это получается что ленточка здесь есть бусина вот они должны быть здесь если видно вот видите вот это бусина бусина конечно она такая классная если видно бисер такой разноцветный как конфетки что еще есть ножнички я не знаю если это качественные или не кажется вот магнитик смотрите магнитик здесь я написан как как какие какой-то бренд ну вроде бы неплохо режут такие вот винный цвет прямо здесь написан нет здесь тоже пишут ну наверно недорогие думаю что потому что этот набор стоил 26 фунтов ну как бы за 26 фунтов столько материалов и дорогие ножницы все это только помечтать нужно здесь схема я уже посмотрела здесь есть и шпы как делает делать и как бы собирать все это органайзер здесь есть ниточки я так предполагаю что это dmc потому что но это катоновые это точно катоновые вроде бы без переходов а это получается ниточка ручного украшения здесь есть вот такая вот они наверное здесь где-то две иголочки вот здесь есть золотые бисерные обычная то есть вот такой собственно вот он таким большим и будет видите на это все будет и вышиваться а это у нас подкладка вот такая будет классно классно надеюсь получится все это вышивать но визуально мне это понравилось мне много чего понравилось там но я подумала что хочу купить что-то прикладное то есть не сэмплер хотя и сэмплеры там у них были такие красивенькие но они тоже узенькие тоже а-ля джаснан и виктория сэмплер и все что я вышиваю и как бы еще одного узенького сэмплера я не хотела купить шовчики у них тоже есть классно классно надеюсь скоро у меня будет в отшиве и вы увидите что-то такое ну вот открыла для себя нового производителя и это все что я вам хотела показать рассказать может быть я что-то пропустила забыла но если вспомню расскажу точно расскажу так что желаю вам приятного просмотра того что я снимала там внутри и увидимся в моих следующих видео до тех пор пока пока что я я и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok